Библейский портал экзегет.ру представляет Долгие подробности про жизнь Аврама, в которой еще ничего, на самом деле, интересного не происходит. Он кочует туда-сюда. Обычный кочевник, бедуин такой. И такой хитроватый, свои выгоды не упускает. Ничего особенного. Зачем это? Аврам ушел из Египта, обратно в Негев, это юг Палестины, Израиля, Святой Земли, Ханаана, с женой и со всем своим добро. Вместе с ним ушел и Лот, его племянник, который тоже вышел с ним когда-то из Харана, вот из места, где они жили с отцом. Теперь Аврам был очень богат и скотом, и серебром, и золотом. Из Негева он вернулся к Бетелю, к тому месту между Бетелем и Аем, где останавливался прежде, и где он воздвиг жертвенник, призвав имя Господне. То есть он все время возвращается в Ханан, в эту страну, где будут жить его потомки. Еще, может быть, не зная, что они там будут жить. У Лота, кочевавшего вместе с Аврамом, тоже был свой скот и свои шатры. Землю же не хватало на двоих. Сколько было у них всякого добра, что жить вместе им стало те, тесно. Между пастухами Аврама и Лота начались ссоры, а в ту пору в этой земле жили еще и Ханани, и Перезии. Ну, тесно. Слушайте, они не были в современных мегаполисах. В Москве, Нью-Йорке, Шанхае. Тесно им, да? Два кочевника, ну, конечно, у каждого своя семья, на вот этих вот бескрайних полях Ханаана. А ведь это может быть не только про то, что кочевнику вообще-то нужно много земли, да? Вот у земледельца меньше такая потребность, а кочевнику свои стадо гонять, особенно если они разбогатели оба. Это еще и про то, что избранничество, оно такое маленькое, вот оно касается только Аврама. Лота, оно не касается. Лот рядом с Аврамом, но отдельно от него. И Аврам сказал Лоту, давай сделаем так, чтобы не было раздоров между нами, между твоими и моими пастухами, ведь мы с тобой родня. Вся земля перед тобой, давай разойдемся. Если ты налево, я направо. Если ты направо, я налево. Дает ему право выбора. Видимо, потому что осознает, он с Богом не пропадет. А Лот пусть выбирает, где ему лучше. Лот увидел, что Иорданская долина, вся вплоть до самого Цуара, орошена водой, словно сад Господень, словно земля египетская. Это было еще до того, как Господь уничтожил Содом и Гоморру. Лот выбрал Иорданскую долину и отправился на восток. Иордан единственная крупная река, ну крупная, наверное, с размером с нашу Яузу в Москве, единственная, как говорится, ощутимая река в Ханаане, в Святой Земле. И, конечно, там, значит, есть орошение, там всегда зелень для скота. Так пути их разошлись. Авраам поселился в Ханаане, а Лот около городов долины. Он кочевал рядом с Содомом. Жители Содома были скверны, и люди много грешили против Господа. Ну, об этом потом. А Авраам остался вот в менее интересной, скажем так, части Ханаана. Когда Лот и Авраам расстались, Господь сказал Аврааму, оглянись, посмотри отсюда на север, на юг, на восток и на запад. Всю эту землю, которую ты видишь, я навеки отдам тебе и твоим потомкам. Я сделаю твое потомство многочисленным, словно песок. Как не счесть на земле песчинок, так не счесть из твоих потомков. Ступай же, обойди землю, которую отдаю тебе, пройди ее вдоль и поперек. Переходя с места на место, Авраам достиг добра в Мамреш, то близ Хеврона остановился там и воздвиг жертвенник Господу. Он все время воздвигает жертвенник Господа. И смотрите, он еще ничего не получил. Вот потом об этом будет очень долго и подробно. В Новом Завете Павел будет об этом писать, что если бы это все было так, Авраам услышал призыв Бога, поверил ему, и Бог ему сразу дал очень-очень много всего. Нет, но он там дал ему, конечно, всякие дары. В Египте не без хитрости самого Авраама, но главное, что это очень долгий и сложный процесс. И от Авраама требуется одно, собственно, терпение и доверие. Все придет, но не сразу. Хочется, чтобы сразу, хочется, чтобы завтра. Все будет, но надо немного подождать. Более того, нужно пройти через некоторое испытание, в 14 главе они появятся. Продолжение следует...